Хирург, проводивший операции до самой смерти, заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин Самары, Владимир Середавин возглавлял областную больницу Калинина с 1975 по 2002 года. Он ушел из жизни 21 год назад. Сейчас медицинское учреждение носит его имя. Сегодня, в День памяти Владимира Диамидовича, его вспоминали коллеги и близкие. Он знал всех врачей, он принимал на работу каждого сотрудника. Он отличался тем, что он летал. Никто не мог угадать, куда он пойдет. Днем, вечером, ночью. Он мог приехать в любое время, в выходные дни, посмотреть, как функционирует больница. С этим он отличался, потому что у него большой огонь, который горел, он, наверное, не давал покоя никому. Очень многое, поэтому мы ему благодарны. Именно за его отношение к людям, за их понимание. Хотя человек в многих отношениях был очень жесткий. Именно жесткий характер позволил Владимиру Диамидовичу построить новые корпуса областной больницы, сформировать коллектив профессионалов. 35 лет назад было принято решение перевести отделение по оказанию помощи больным с острыми отравлениями из больницы Пирогова в областную. Коллектив воспринял перспективы в штыки. Убедить врачей, что перемены к лучшему, приехал Середавин. А вы нам подходите, он нам сказал. «Поедете, не пожалеете». Человек такого уровня, который приехал знакомиться в двух словах, объяснил нам, что правильно в этой жизни, вот это запомнилось мне навсегда. И мы не ошиблись. Он создал такой коллектив сотрудников, которые вот сейчас, вспоминая его и вспоминая тех учителей, тех врачей, которые он собрал около себя, мы понимаем, насколько он был уникальный человек, насколько он был глыба такая и создал не только сейчас уже специализированную службу, а вообще медицинскую помощь Самарской области. Родные говорят, несмотря на то, что Владимир Середавин всегда много работал, находил время на общение с семьей. Могу сказать, что дед – это всегда был человек-праздник. Всегда, когда он приходил, и когда мы были вместе, это было что-то интересное. Мы обязательно что-то мастерили. Или занимались какими-то играми, причем совершенно не детскими, но для меня это всегда было очень интересно. Папа был очень внимательным папой. Несмотря на то, что огромное количество времени он проводил на работе, это действительно его детище, это его сердце, но то количество времени, которое он находился дома, его вполне хватало для того, чтобы мы ощущали его заботу. В 1997 году областная больница получила приз «Золотая пальма». Была отмечена знаком отличия «Золотой клише». Большим призом – Гран-при. Является одним из трех медицинских учреждений России, где есть центр по пересадке костного мозга, спасший жизни тысяч людей. Здесь есть отделение эндоскопической хирургии, где успешно проводятся бескровные операции. Виктория Шары, Константин Головин. События.